Первый курс – это курс в записи, называется «Сагатый водный курс». Он посвящен тем, кто только учится играть на сагатах. Мы пересмотрели его, и теперь он стал еще больше, еще шире, там еще больше бонусов, ну и, соответственно, цена тоже изменилась. Значит, программа курса следующая. Вы получаете 12 видео длительностью от 5 до 15 минут. Там будет видео об истории сагат, краткий анатомический экскурс. Нам это нужно, потому что, чтобы получить определенный результат, а именно наработать скорость сбрасывания среднего пальца, нам нужно будет немножко потренироваться. Для начала разобраться в анатомии, как что устроено, а потом сделать упражнение для подготовки рук. Также будут видео о музыкальности и звукоизвлечении. Мы научимся записывать партитуру. Мы сделаем подготовительные упражнения, изучим основные паттерны, и у вас еще будет теоретическое и практическое задание, выполнив которое вы получите обратную связь. Плюс бонус – теория об игре на сагатах в такт и из-за такта. Это вот если вы не сходили на воркшоп о шиме три четверти и не поняли все-таки, где так-то, где из-за так-то, то можно посмотреть вот этот вот, пройти этот курс по сагатам, и тогда, может быть, оно облегчит и изменит технику вашего шиме. Плюс, плюс, шикарный бонус, который я сейчас внесла. Почему? Потому что о нем очень-очень хорошие отзывы. Вы получаете бесплатно бонусом четыре недели тренировки. Я проводила мышечный тест. Группа была разделена на две. Одни тренировались на дереве, потом играли на металле, одни тренировались на металле и делали тест тоже на металле в конце. Идея заключалась в том, что на дереве звукоизвлечение идет несколько другим способом. Там нужно сильнее ударить, сильнее сбросить верхний палец средний. И у меня была идея, что люди, которые тренируются на деревянных сагатах, впоследствии они звучат грубее несколько. Почему? Потому что для того, чтобы сделать красивый, качественный дзинь, достаточно небольшого усилия. А вот на дереве это усилие прилагается больше. Так вот, но научаемость, научаемость мышц происходит постоянно на дереве. Все четыре недели было на дереве. Все девочки повысили результат, повысили скорость. Кто-то просто свою осознанность. Все по-разному смогли этому уделить время. Поэтому у всех был очень разный результат. И это же был не платный курс, а бесплатный курс. Поэтому не знаю почему, но как-то, видимо, в менталитете все относятся очень по-разному. Самое главное, что да, действительно, игра изменилась. Отзывы прекрасные. Я вам сейчас их почитаю. Вы сами убедитесь. Здесь прям вдохновляюще написано. Я начала выполнять упражнения только сегодня. Очень сложная неделя на работе. Извините, я просто поражена и не могу не выговориться. Текст получился эмоциональный. Если тяжело воспринимать эти чужие эмоции, то промотайте, пожалуйста. Про физуху напишу отдельно. Мне даже не приходило в голову, что с агатами можно играть. Но в смысле делать то, что хочешь. Подыгрывать музыке, подыгрывать медленным движением АТС. Или просто импровизировать и просто сделать бряк. Тогда, когда хочется. Для меня всегда с агатой были мучением. Потому что очень плохо слышу ритм и почти не понимаю. Обгоняю я музыку или наоборот отстаю. То есть для меня в танце сначала нужно начать двигать ногами в ритм. Осознать, что все тело тоже так же двигается. Проверить, что я совпадаю с музыкой. А потом попробовать прислушиваться к своим сагатам или сагатам группы. И синхронизировать их. На этом месте еще раз проверить ритм. В ритме двигается тело. Вспомнить про сагаты. Обнаружить, что упали локти. Или еще хуже. Руки заклинились. В одной позе их уже не засунешь. Сложные движения. Типа турки шими и беданс. Или руки двигаются правильно и сагаты молчат и лезвякают одновременно, но в 6 раз реже, чем у группы. В прошлом году я в течение месяца ежедневно по 40 минут гуляла в лесу, набивая сагаты под шаг. И лучше не стало. В смысле, что двигаться под музыку я с ними так и не смогла. Индивы от моего тренера и МК от известных танцоров мне тоже не помогли. В общем, я ненавидела сагаты 2 года. У меня вот прям душа кровью обливается. Так вот, пока вот сейчас не попробовала ими просто позвякать, как мне захочется под эту самую карме. Там просто упражнения определенные. Дайте себе возможность их пройти. Вы прочувствуете. Я могу долго про это разговаривать, но это нужно прочувствовать. Я подбирала музыку, я подбирала упражнения, вложила в это много себя. Это было приятно, это было красиво, это ощущалось не как обычно, будто я загнанная лошадь и бегу дистанцию из последних сил. Просто танец, просто нормальный, вдохновенный танец, как я привыкла. Только еще можно делать тыг-дык-тыг-дык и бряк. И это очень украшает движение. Я прямо увидела, как у меня в зеркале загораются глаза на каждый бряк. Если честно, я от нахлынувших эмоций просто села и разрыдалась, потому что я теперь не буду инвалидом, который один в группе не способен к быстрой части АТС и задолбанных сагат. Я понимаю, что мне еще учиться и учиться, но как будто исчезла какая-то стена внутри, как дамбу прорвало. Сегодня я полюбила свои сагаты и жду, не дождусь, когда руки придут в себя, чтобы завтра танцевать с ними еще раз. Анастасия, большое вам спасибо за этот эксперимент. Ох, это прям... Я помню, я читала, когда первый раз, я тоже растрогалась и, по-моему, тоже рыдала. Потому что столько, столько внутреннего сопротивления, столько нелюбви к такому... Ну, как бы сагаты, хотя бы базовый паттерн, он является прям суперсложным. Потому что там триплет и, по мнению Джамилы Салимпура, именно триплет мы выбрали из-за его простоты. Но вот оказывается, оказывается, триплет может быть таким... таким камнем преткновения. Ох, прям да. Там еще есть, пожалуйста, почитайте. Пишут, что курс очень хороший, есть теоретические знания, практические знания. Ваша задача просто взять и тренировать. И каждому, поверьте, откликнется свое. И я сделала для этого максимум. Я подошла к сагатам с точки зрения свободы, с точки зрения импровизации, с точки зрения порыва эмоций. И я подошла с точки зрения механики, с точки зрения работы с движением, с точки зрения, ну, как бы, работы с разными скоростями. Поэтому в любом случае вы повысите свои возможности. Вы наработаете новые... наработаете новый навык. Так, вот еще. Мне нравится вот этот. Глаза боятся, руки делают. Это пословица про сагата для меня. Когда бегло просматриваешь домашку, был ужас. Страшно было за все это браться. Потом в процессе приходит понимание и даже удовольствие от игры. Я еще не бралась за наложение сагат и движений танцевальных, но думаю, этот процесс мне понравится. Урок по сагатам крутой, конечно. Ну да.